Настойчивость, упорство, результат. Эти слова зашифрованы в названии казанского клуба дзюдо «Нур», в котором занимаются десятки юных спортсменов. Самые лучшие из них в минувшие выходные приехали в Сингелей, чтобы побороться за награды турнира, посвященного 74-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Этот турнир именно важен для опыта. Мы тут не ставим перед ребятами свою задачу выходить, всех выигрывать, с медалями уезжать. Они работают на определенный этап обучения. Мы работаем по программе, по своей клубной. Турнир, что проводится в Сингелейском фоке «Олимп», можно считать уникальным. Он принимает спортсменов не старше 10 лет. Подобных соревнований в положении для этой возрастной группы дзюдоистов можно пересчитать по пальцам одной руки. Подрастающие поколения надо уже приучать к спортивной жизни, к соревновательной обстановке, где они пристрелялись, где они смогли продемонстрировать то, чему они научились на тренировках. Сингелейский турнир, прошедший уже в седьмой раз, обновил рекорд по количеству участников. За один день на татами вышли почти 150 юных спортсменов из Ульяновской области, Татарстана и Мариэл. В бескомпромиссных поединках на кону не только медали и грамоты. Почему едут сюда ребята? Да потому что они, в самом деле, дорожат традициями, они дорожат историей. И накануне 9 мая, через 9 мая, показать себя, поддержать традиции является основой или важной составляющей. 14 комплектов наград разыграли участники седьмого турнира, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Половина золотых медалей, семь, отправилась в Ульяновск. По две – в Казань, Мариэл и Радищево. В Сингеле осталась одна награда высшей пробы. Ее для команды хозяев завевала Софья Кудяева, воспитанница тренера Михаила Нихаенко. Михаил Сашанский. Новости Ульяновской правды.